Друзья, всем большой привет! На этом уроке, на этом мастер-классе мы с вами нарисуем вот такой сюжет, достаточно красочный и, возможно, для кого-то может показаться довольно сложным. Но здесь все зависит от того, как мы к этому подойдем. Либо эмоционально, либо, скажем так, конструктивно-рационально. Так вот, наш вариант это именно первый вариант. И давайте мы с вами сразу начнем с парой мыслей о референсе. Это, кстати, тест, который я нарисовала. Мы примерно к такому результату будем стараться прийти, либо чуть-чуть у нас по-другому получится. Смотрите, референс я делю на 4 части. То есть просто провожу осевые, горизонтальную и вертикальную, чтобы понимать, что у меня находится внизу относительно осевой, что находится вверху. И в целом очень удобно знать центральную точку, и вы уже относительно нее легко можете ориентироваться и понимать какое-то наполнение даже вот этих ваших прямоугольников. Чертеть сильно не нужно, просто это можно держать в голове приблизительно, да, опять же, не точно, а приблизительно. Поэтому советую вам, если у вас распечатан референс, провести легкие вот такие линии. В остальном давайте посмотрим, что здесь у нас по пропорциям. Достаточно все здорово здесь, скажу вам сразу. Давайте померяем водичку плюс дорожку. Вот так. Раз. И смотрите, как удобно. Мы приходим практически на крыше нашей первой линии домов. Два. Мы приходим практически на конец верхней линии наших домов. Два. Мы приходим вот практически на окошке нашего собора. Сейчас я сожму референс. Вот сюда мы пришли. И четыре у нас еще остается на небе. Давайте я вот так сожму и еще раз продублирую. Вот он раз, вот он два, вот он три, и вот он четыре, и маленький хвостик. То есть мы можем с вами говорить о том, что у нас все-таки вода это одна четвертая. Это очень-очень удобно. И в целом мы можем померить, сколько у нас неба. Вот конкретно вот эта часть, самая глубокая. Но в целом, если мы с вами делим холст вот на четыре части, нам и так понятно примерно, куда мы должны прийти. Смотрите, я прикладываю сюда вниз и прихожу, видите, примерно на этот же уровень. Чуть выше, чем первая линия вот этих домов. Так что все очень комфортно и удобно. Устраиваемся хорошо, комфортно и начинаем. Так, у меня рядышком будет палитра для маркеров. Смотрите, что я уже сделала. Я сделала все то же самое. Я пользуюсь линеечкой на этом этапе. И в целом, возможно, кто-то знает, я интерьерщик по образованию, поэтому я в целом люблю линейку. Но, конечно, стараюсь на балансе ей пользоваться, не злоупотреблять. И делаем две осевых, если вам это комфортно, плюс, чтобы у нас была какая-то свобода, это называется молоко листа, чтобы наш сюжет не упирался в края холста, в края нашего листа, мы немножечко обозначаем такие плавающие рамочки. И начинаем потихонечку рисовать. И я бы не назвала это тем, что мы начинаем с вами строить, да, это немножечко другое, но в целом будет похоже. То есть мы не будем рисовать слишком интуитивно, немножечко все-таки мы поглядываемся. Итак, у нас есть с вами холст. Вот он. И я примерно хочу нашу водичку обозначить вот здесь. В принципе, это один из самых главных, на мой взгляд, шагов, потому что давайте сразу мерить. Вот мы взяли, и теперь четыре раза у нас должно поместиться в высоте листа. Раз, два, три, четыре. Четыре с хвостиком, помните? Вот у меня четыре с хвостиком. Можно немножечко выше. Если получится прямо впритык, то можно и так сделать. Так, вот я сказала вам в самом начале про одну четвертую. Четыре раза по месяцу, но по сути, да, в высоте холста у нас пять частей воды. Это мы понимаем. Так, водичку мы сделали, и это вода плюс наша набережная. Теперь, вот эта же высота воды, мы ее вот сюда откладываем, и мы с вами уже обсудили, что это приблизительно высота первой линии домов. То есть там мы немножечко выше выходим, но можем приблизительно так это и оставить. И еще раз такой же отрезочек вверх. Это практически конец вообще всей части, всей массы нашей архитектуры, назовем это так. То есть вот эта линия еще чуть-чуть, и вот здесь мы можем с вами ввести нашу диагональ, то, как здесь у нас уже заканчивается. Давайте можем даже вот себе под настроение немного провести вот таких моментов. Здесь у нас уже собор будет, он у нас довольно высоко, практически упирается в край листа. По поводу соразмерности здесь могут быть еще вопросы, поэтому сильно не прорисовываем, но уже мы с вами понимаем, что вот у нас масса неба. И помните, в самом начале я мерила масса неба, она должна прийти вот сюда, к первому, как это называть, к первой линии домов, да, те дома, которые ближе всего к нам. Так что вот мы попали. Это самое важное, ребят, кстати, что нам предстояло сделать. После нам остается уже по остаточному принципу потихонечку заполнять то пространство, которое у нас уже есть. А это, честно говоря, не очень сложно. Смотрите, мы сейчас работаем с вами именно с первой линии домов. Так, я почему-то взяла вот такой карандаш, хотя на самом деле я всегда рисую механическим, мне как-то прям он по душе. У нас наш голубой домик центральный, он находится прям на оси. Я его хочу обозначить приблизительно вот так. И он чуть ниже, чем наш соседний вот этот желтый домик. Вы просто на свой референс с рядышками покладите, поглядывайте на него и будете понимать, о чем я говорю. То есть я вот таким образом фиксирую голубой домик. Дальше есть небольшой промежуток. Желтый домик. Желтый домик у нас практически квадратный. И желтый домик у нас имеет вот такой, назовем его вот добавочным элементом, там, где у нас какой-то балкончик, что-то еще происходит. Теперь от нашего голубого домика влево, ой, простите, ребята, вправо. Здесь у нас что-то тоже такое голубенькое. Примерно половинку оставляю вот до нашего края. И пока все, кстати, пока вот так давайте это обозначим, вот так и оставим. Давайте, наверное, сразу вот здесь поставим лесенку, то есть какие-то мелочи, которые сразу нам обозначат какую-то конкретику, а не просто набор таких условных квадратиков. У голубого дома у него есть вот такая очень милая боковушка с микроокошками, а потом оставшуюся часть, вот эту, вот этот прямоугольник, мы с вами разделим вот так напополам и еще раз напополам. И в целом, кстати, наверное, не напополам, а вот можно немного выше приподнять, сразу вставим туда окошки. То есть вот каждый сегмент, первый сегмент, который у нас вот здесь получился, это балкончик. Если что, без паники, потому что мы не будем так с каждым домиком поступать, но, вернее, прорисовывать его, а нам нужно все-таки выделить те домики, над которыми мы чуть-чуть поработаем. Поэтому, пока мы прорисуем эти моменты, и небольшой отступ, и окошко номер два. Так, вот, это наш голубой дом, рядышком вот он второй, и здесь у нас довольно красивое окно. Видите, я даже не стараюсь сделать это очень-очень ровно, потому что это немножечко не в нашей концепции, такими наметками, очень легкими, свободными линиями. То есть мы не строим с вами арки, мы ничего такого не делаем. Так, в арочке у нас есть дверь, и там какая-то даже лесенка. Но лестницы мы не рисуем, то есть для нас это система вот таких небольших, возможно, плашечек каких-то линий. Так, и вот нашу лестницу, кстати, вот этот выступ голубой у нас идет взахлёст вот с этой шикарной штукой, да, ограждением, которое на самом деле очень здесь нам пригодится в дальнейшем. Так, дальше. Давайте продолжим, мы не будем много останавливаться именно вот здесь, мы чуть-чуть продолжим двигаться вверх. У нас над нашим голубым домом есть небольшая голубая полоса, вот прям над крышей. И дальше такая часть домика, который мне хочется назвать арбузным. Очень красивый дом. Что хорошо здесь для нас, мы можем, и дождь не что мы можем, а нам наоборот не нужно рисовать ничего ровного, то есть крыша может пойти под небольшим углом, к примеру. Давайте прорисуем немного этот арбузный домик. Обратите внимание, что мы уже видим, что наш домик, он не доходит до вот этой линии горизонтальной, то есть тут нам уже наши оси помогают. Нам нужно обозначить два окошка, раз и два. Не соблюдайте их размеры, то есть, конечно, мы не можем их очень крупными сделать, но если они получатся чуть-чуть не такими, это абсолютно не страшно. Так, вот здесь два окошка малышки, буквально. Вот и наш домик. Там ещё что-то у нас белое вот такое есть. Здесь такая у нас пристроечка, которая доходит прямо до границы жёлтого дома. У нас там находится, опять же, какое-то окошко тёмно-изумрудного цвета. И, собственно, здесь продолжение вот такое. И у нас здесь с вами а-ля такой тент, навес. Обозначаем навес. И обозначаем, где мы должны остановиться. Я думаю, что где-то на половине вот этой Г-образной части. Так, вот здесь где-то мы останавливаемся. И уже я вижу, что это не совсем в пропорциях, но для нас это вполне нормально. Можно немножечко опустить. Здесь происходит какой-то набор пятен уже. Давайте я вот здесь вот так вот отделю. Это у меня будет светлая голубоватая часть. И тут уже какой-то глубокий вход, более тёмные пятна. Это мы сможем сделать уже с вами непосредственно при работе маркерами. Вот так. Так, здесь у нас ещё... Здесь, кстати, боковушка будет. И в глубине будет арочка. Но мы тоже её прорисовывать не будем. Мы будем иметь в виду, что там какое-то светлое пятно. И на фоне этого светлого пятна у нас с вами вот здесь несколько окошек. Они, опять же, очень неровные. Вот это окошко, а это, видимо, дверь. Чуть побольше сделаем. Вот. Теперь давайте займёмся нашим жёлтым домиком. Приблизительно немножечко вот так отступаем. И приходим вот этой диагональю. Спускаемся вниз. Здесь у нас очень красивая лестница. Но мы её, конечно же, опять же, немного упрощаем. Так, это уже выступ передний. Так, немножечко круче по диагонали всё это идёт. И здесь заканчиваем. Так, немножечко сразу скорректирую. Я думаю, что я слишком высоко сделала вот эту часть. Я её хочу немного опустить. И вот сюда привести. Вот. И у нас остаётся уже место, где мы можем довольно спокойно и комфортно обозначить какую-то входную группу, арочку. Я думаю, что она чуть ниже, чем середина нашего жёлтенького дома. Чуть-чуть прорисую. Внутри у нас непосредственно какие-то ворота уже располагаются. Так. Можно, кстати, если хотите, разделить на какие-то небольшие мелочи сами ворота. Но это будет иметь смысл на этапе каких-то бликов уже. И чуть выше, вот здесь, у нас с вами будет интересное такое треугольное окно. Здесь оно должно скруглиться. Но, опять же, мы говорили, что у нас более эмоциональная зарисовка. Так, что-то там внутри у нас какая-то открытая часть. То есть я прям накидываю какие-то такие пятна-плашки, которые просто потом станут для нас опорой при прорисовке каких-то элементов уже маркерами. Вот здесь у нас такой балкончик. вход. Чуть ниже. Так, где-то вот здесь еще одно окошко. Маленькое, квадратное. Да, у нас здесь конец лестницы. А конец лестницы это начало нашей двери. Наша зеленая дверь, вернее, арка сначала. Арка находится на уровне, опять же, нашего окна. То есть здесь нам довольно-таки хорошие подсказки дает сюжет. Потом, собственно, сама дверь. какой-то здесь ограничитель. Перегородка. Назовем это перегородкой. Вот так я ее слегка намечу. И только потом у нас еще одна решетка и вход. И над ними... Ну, кстати, окно у меня было в принципе почти там, где нужно. А дальше, смотрите, вот в эту сторону нам нужно достроить балкончик. Смотрите, прямо вот здесь у нас такой красивый фрагмент. Это балкончик. Здесь у нас даже очень симпатичный и колоритный зонтик, который я опять же предлагаю делать исключительно эскизным. И дальше мы продолжаем движение по фасаду. Здесь у нас какая-то боковушка пойдет. Так. Здесь у нас, кстати, прямо еще выше пойдет уже следующий элемент. Но он тоже такой холодненький. Здесь серый, а здесь тоже голубой. Поэтому давайте его туда поместим. Здесь у нас фрагмент окошка. Под балкончиком у нас есть такой небольшой момент с черепицей. И окошко уже вот здесь на первом этаже. Вот почему, кстати, удобно именно механическим карандашом делать, потому что такие тонкие линии получаются и довольно, назовем их архитектурными, хотя это может быть не то слово. Так. И у нас вот здесь вот от этого домика отходит еще один красивый вот такой элемент. Остановимся примерно вот на таком формате. Итак, двигаемся дальше потихонечку. И давайте сделаем наш второй ярус, второй этаж. И здесь у нас уже довольно классные подсказки, потому что дом, который крайний, очень сочный, арбузный, красный, вот он, он у нас начинается четко над вот этим окошком. Вот у нас арочное окошко небольшое, это его граница, и здесь уже вот она, наша диагональ. Потом наш, назовем этот цвет бежевым, хорошо, вот этот бежевый дом, он поднимается выше нашей вот этой осевой, то есть он довольно крупный, и заканчивается, я думаю, где-то вот как раз да, где-то вот здесь. Вот здесь мы фиксируем наш красный домик, он довольно такой тоже непонятный в каких-то местах, что там у него происходит, но тем не менее мы видим какую-то этажность, то, что вот здесь происходит в этом кусочке, мы можем чуть-чуть игнорировать, но там явно есть окошко, потом здесь явно фрагмент крыши, здесь явно у нас вот такой небольшой выступ, и вот здесь опять какой-то балкончик и окно, то есть мы по ходу пьесы, по ходу того, что мы делаем, немножечко подключаем фантазию с вами. мой преподаватель по живописи всегда говорил, что если вы не до конца понимаете, что, скажем, увидите на натуре, лучше этого не рисовать, лучше это деликатно опустить, вот мы тоже, мы, если будем копаться вот в этих штучках, мы, наверное, с вами будем рисовать миллион тысяч часов, это довольно, может быть, скучно, да, смотрите, я рисую желтый дом, который прямо над нашим центральным арбузным, он у нас довольно сложный и интересный, идет внахлёст и вот здесь примерно заканчивается, вернее, он здесь не заканчивается, вот его основная часть, вот такая прямоугольная, потом он переходит чуть-чуть ниже и заканчивается, где у нас с вами зеленый зонтик, мне кажется, что вот как-то так, здесь у нас окошечко такое прямоугольное длинное, так, и вот здесь окошко поменьше, так, внизу, в принципе, ничего нет, здесь еще какое-то микроокошечко, возможно, окна по массе еще меньше, но, допустим, давайте сделаем так, двигаемся дальше, давайте чуть-чуть вот здесь можно подтирать какие-то лишние линии, чтобы они потом нас не путали, потому что линий, в принципе, много, какой-то кусочек, еще фрагмент, у нас вот здесь желтый, но уже желтый такой, очень нюансный, немножечко старенький, так, и мы должны с вами прийти, сейчас вам покажу, то есть мы сейчас вот на этом кусочке остановились, вот на этом, и мы приходим уже вот к этой части и к набору вот этих элементов, но тоже без особого фанатизма, так, мы с вами остановились вот здесь, вот этот этап, он находится, вот у меня если зеленый тент, я его зонтиком еще называю, иногда, вот он, это зеленый зонт, даже под штриху чуть-чуть, то есть он у меня находится где-то на этом уровне, плюс-минус, здесь же маленькое окошко, и вот здесь уже у нас выше нашей вот этой осевой находится новый домик, и он повыше, и я примерно смотрю, сколько я не дохожу до края листа, допустим, где-то вот столько, вот в эту границу мы с вами придем, и сюда плюсом идет еще один желтый домик, там уже много всего находится, мы не будем это, кстати, с вами делать, вот здесь окошко, то есть, знаете, такой тетрис напоминает, мы с вами набираем конструктор, он может быть немножечко неправильным, но суть она останется очень для нас понятной, над балкончиком еще какая-то плоскость такая, и там и зеленый, и серый есть, а над ними еще один уровень, и вот здесь уже тоже у нас пара окошек, вот раз, два, если что, ребят, без паники, все будет хорошо, мы скоро, кстати, уже перейдем к каким-то более интересным задачкам, и в целом, смотрите, у нас остается вот такое пятно, мы понимаем, что там еще несколько объемов, в которых находится то ли балкончик, или какие-то окошки, вы можете упростить, например, взяли, нарисовали вот так два окошка, никто не будет в это вглядываться, и мы можем чувствовать себя немножко спокойнее с вами и не перерисовывать каждый миллиметр, но вместе с этим какие-то ключевые моменты, допустим, вот нашей вот этой части, я предлагаю прорисовать вам, если это еще не так, если это не прорисовано, немножечко почетче, потому что здесь у нас такой, скажем, фокус внимания будет находиться, вот здесь рядом окошко, а рядом с ним еще одно окошко, я сильно не забочусь на каком оно уровне находится, просто делаю так, как мне уже нравится, вот здесь кстати окошко, вернее это не окошко, а дверь, плюс балкончик, это очень классный элемент, который добавит нам некого чарования, и здесь конечно у нас еще кое-что есть, здесь вы можете уже фильтровать, что вы дорисовываете, а что не дорисовываете, в целом на этом этапе помните, что вот он наш дом, это то, что нам нужно знать, что это наш бежевый дом, наш край домика желтого, вот он тоже желтый дом наш сложный, и чуть выше у нас еще одна плашечка вот такая, там тоже у нас везде одно и то же, да, у нас окошко какое-то находится, здесь желтая часть, а здесь какая-то условная серая, то есть мы к этому тоже спокойнее относимся, и вот у нас еще один элемент, он довольно такой теневой, он желтый, но уже в такой цвет более глухой превращается, потому что это тень от нашего собора, вот здесь у нас серый вот наш элемент, он вот сюда приходит к нашему бежевенькому дому, прямо к крыше, но он неровный, да, у нас вот здесь сначала вот так идет, потом какой-то выступ, потом еще какой-то выступ, в общем, вы можете задать его вот так приблизительно, по-моему, я его сделала слишком большим, да, его нужно сделать вот таким, он довольно низкий относительно нашей вот этой галочки, да, самой глубокой части неба, в центре, вернее, не в центре, а вот здесь, на этой стеночке у нас есть окошко, окошко располагается, если вы видите, прямо на центральной осевой, если вы на нее пришли, классно, если нет, не расстраивайтесь, потому что, ну, мы правда с вами очень абстрактно продвигаемся, и вот мы пришли вот к нашей диагонали, которую изначально с вами тут прорисовывали, здесь у нас раз домик какой-то такой охристо серенький, и дальше мы переходим уже собственно в светло-желтый дом, который вот здесь еще и повыше начинает идти, я вот так все освобождаю, уже не буду загромождать какими-то лишними линиями, мне остается вот здесь достроить красный домик, и мы с вами можем приступать к такой части очень важный для нас это фрагмент с собором, здесь тоже нет смысла нам очень сильно останавливаться на этом, давайте разберемся у нас вот здесь еще внизу кое-что происходит, вот примерно вот отсюда от уровня окошка мы поднимаемся по диагонали вверх, и потом ну, там тоже небольшая диагональ, это у нас какой-то тоже фрагмент домика, вот смотрите, здесь у нас окошко, здесь еще одно окошко, и потом вот здесь у нас видно чуть-чуть боковая стеночка освещенная, ярко-желтая, и дальше мы переходим прямо в ровную такую линию, вот здесь где-то останавливаемся с вами, и вот здесь, вот в этом сегменте, секторе у нас есть две арки, арки, которые мы с вами опять же строить не собираемся, но мы на них определенно точно должны намекнуть, вот примерно я бы вот так на них намекала, не больше, вот здесь у нас еще одно окошко, здесь что-то еще происходит, уже не совсем внятное, да, какой-то у нас треугольник старенького-старенького фасада, и вот теперь переходим непосредственно к части нашего собора, так, я сейчас здесь все вот так немножечко уберу, и будем смотреть, где у нас находится непосредственно наша главная конструкция, если от него давайте вот так сделаем, если от него опустить вниз линию, то смотрите, мы пересекаем вот эти окошки, наш бежевый дом, приходим вот к этому окошку, которое в форме арки, то есть мы можем пользоваться такими перпендикулярами, собственно, давайте так и сделаем, так получается, что примерно вот сюда мы должны прийти вот так здесь я пока обобщу все вот в одну линию в дальнейшем давайте можно прям сразу разбить вот здесь будет так вот раз и тут еще какой-то выступ небольшой потом вот здесь у нас я пока очень-очень таким набросочным моментом обозначаю этот элемент вот так и вообще там есть перспектива у этих цилиндров мы ее чуть-чуть будем избегать поэтому давайте для вот этого цилиндра проведем осевую линию у нас с вами будет центральная часть и боковая две боковых вернее вот так и мы прямо вот так это все с вами обозначим это первое дальше приходим к куполу довольно такими линиями свободными скетчевыми кстати купол пониже конечно я замахнулась это побочный эффект свободного подхода так и давайте здесь еще верхушечку обозначим единственное мы конечно соблюдаем у нас чем выше эллипс у нас же все здесь из эллипсов состоит здесь вот эллипс здесь эллипс здесь эллипс тем они более выгнуты поэтому когда мы рисуем верхушечку она должна очень здорово прогнуться вверх чем выше элемент тем он сильнее прогибается так и здесь уже у нас все финал так давайте наметим окошки немножко хочу подровнять некоторые вещи которые делаешь более эмоциональные в спешке смотрите вот в этих всех элементах мы делаем по окошку я делаю небольшую осевую линию и такими довольно рубленными отрезочками формирую сложную форму иначе мы ее будем дольше рисовать то есть у нас вот такая сложная форма и здесь то же самое так раз она правда пониже должна быть пониже опускаем чтобы здесь они тоже на такой дуге осидели и вот здесь то есть видите я ухожу прям совсем в эскизность и у нас должен быть какой-то такой намек на рельеф вот в этом месте здесь у нас выступ там на самом деле много чего но мы остановимся уважительно на паре элементов вот таких вот так и рядышком у нас пойдет не совсем понятный да такой очень сложный элемент по контуру который мы просто вот так легонечко намекнем здесь у нас окошко будет еще вот так вот так смотрите это то что касается нашего верха мы его сделали единственное что вот здесь можно проследить как это все выходит ну кстати вот так оно и выходит здесь у нас небольшой выступ здесь углубление и здесь уже мы пошли вот такую дугу и все у нас готово вот есть и теперь мы спускаемся немножечко ниже чтобы прорисовать наши лодочки с лодочками все относительно просто так первая лодка у нас находится вот здесь и стоит она практически горизонтально можно кстати упрощать и ставить некоторые лодочки горизонтально так допустим вот здесь рядышком еще одна здесь носом вперед стоит тут какой-то тент вот это у меня конечно не очень удачная подружка получилась я пока уберу дальше вот от осевой прямо вот здесь у нас еще одна вот так рядышком поплывет красная лодка вот такая чуть-чуть такая на бок и отступаю немножко чтобы зафиксировать еще одну тут правда у нас есть небольшая симметрия можно вот этот бачок чуть-чуть длиннее показать а вот здесь наоборот бачок правый он немножечко короче вот немножечко набросали и здесь у нас тоже какой-то тент я его слегка намекаю что у нас еще и вот эта лодочка которая была сначала неудачной надеюсь что сейчас она получится поудачнее у меня там у нее какой-то тоже такой элемент есть чуть-чуть более плавно ее вот здесь расположу вот так и собственно все какие-то мелочи нас уже не интересуют я имею ввиду в плане какого-то построения внутри какие-то тарелки антенны и прочие штуки это мы уже делаем непосредственно по пятнам самими маркерами и так что касается цвета мы с вами сейчас проработаем все базовыми цветами и здесь я выбираю оттенок sky артикул неверный довольно старый маркер но который у меня очень долго живет уже и для нашего для наших фасадов это оттенок butter поэтому давайте начнем я буду работать долотом обязательно держу выкраску рядом сначала прорабатываю по контуру чтобы случайно не туда не заглянуть прям верчу лист но опять же на самом деле если вы зайдете за границу то в этом абсолютно нет ничего страшного и выбираю направление такое диагональное и смело заполняю вот такой целый кусочек обязательно подхожу вот сюда и обязательно подхожу вот сюда здесь можно тоже остаточек закрыть вот так небо у нас будет довольно эскизное и мы таким образом сразу с вами отделяем по массам одно от другого так дальше цвет светло-светло-желтый и мы им заполняем сейчас очень многие вещи в том числе и вот эти части то есть все что у нас желтое таким образом мы здорово упростим себе жизнь и тут дело даже не в упрощении жизни а дело в том что нам нужно навести какой-то порядок во всем что у нас сейчас здесь есть картинка не самая минималистичная простая поэтому крупными мазками долото мы можем рисовать в периферии и не только так как мы сейчас работаем светло-желтым нам не страшно заходить на красные на какие-то сероватые то есть тут вы можете немножечко расслабиться и просто заполнять какие-то пространства которые нам нужно заполнить чтобы они не светились белым цветом так это у меня бежевый домик так вот он желтый вот так здесь кстати тоже желтый домик но весь вопрос у нас в том что какие-то они будут насыщенные а какие-то более спокойные вот и все так тоже в принципе можно вот так прямо заполнять но я стараюсь здесь уже не торопиться так вот эту часть заполняю заполняю вы можете выбрать какое-то удобное для вас направление я вот если вижу в диагонали я иду по диагонали можно идти вот так по вертикали оставляя небольшие дорожки между мазками это будет рождать такой эскизный хороший эффект хорошее настроение здесь в принципе тоже можно такой штрих небольшой сделать вот смотрите мы залили всю теплую массу которая сейчас у нас есть давайте кстати можно сразу пойти в воду ведь давайте пойдем то есть это довольно такие хорошие смелые вертикальные мазки долотом можно прямо пересекать и лодочки и в целом там много желтого вот смотрите вот прямо так иду чуть-чуть я рисую именно вот этим кончиком не полностью всем долотом а именно хвостиком и задаю вот такой эскизный фрагмент у нас еще человечек будет желтенький можно какой-то кусочек желтый и вот сюда ввести то есть вот наш желтый слой закрываем на желтый слой и берем следующий цвет давайте возьмем серый у меня мой любимый серый это пейл грей и мы сейчас им заполним например какие-то более глубокие кусочки например вот так какая-то тень вот здесь глубина вот здесь в арке в нашей и так далее сейчас мы прям пробежимся там где можно закрыть назовем это слово понахальнее да немножечко пошустрее поувереннее по раскованнее мы это делаем мы понимаем что конечно вот эти все части они более темные но в базе все равно там какая-то сериночка поэтому предлагаю все это закрыть но при этом мы конечно же оставляем какие-то светлые довольно приятные фрагменты то есть не закрываем это очень глухо это очень важно так смотрим что еще здесь у нас что-то серенькое можно кстати чуть-чуть распространять серый вниз чтобы лишить наши фасады такого моноцвета да уже вот так и в принципе это такое первичное отделение на чуть ближе чуть дальше домик который находится либо в глубине либо наоборот чуть-чуть ближе к нам вот видите уже первый объем у нас вырисовывается и все достаточно несложно так так кстати здесь у нас линия для нашего тротуара для нашей набережной и плюс мы закрываем очень смело вот эту всю часть вот так какая-то конкретика она обязательно появится но немножечко попозже так и давайте пойдем дальше у нас с вами голубые домики и у меня оттенок B23 Duck Egg но вы понимаете что это могут быть любые цвета вот например Duck Egg он немножечко более такой спокойный здесь можно было бы даже по насыщеннее что-то взять повеселее поэтому пользуйтесь тем что у вас есть я посовмещаю вот этот Duck Egg и оттенок Sky тоже рисую долотом практически всегда вот видите у нас здесь уже чувствуется влияние голубого поэтому обязательно туда голубым проходим собственно как и сюда и собственно как и вот сюда такая мозаика получится у нас симпатичная здесь окошко и вот наш голубой который вы можете прямо сейчас смотрите вот сюда набрать в формате опять же вот такой водный рябин сейчас это выглядит довольно жестко но впоследствии это будет хорошо и здорово можно даже сразу готовить некоторые пятна каким-то более темным будущим пятном накладывая вот такие светло-голубые то есть мы будем их потом уплотнять но по ходу пьесы вы можете их чуть-чуть обозначить и сразу что-то темное накладывать иногда страшновато вот через такую пошаговочку постепенную это делать проще так и вот здесь у нас конечно же прямо темно и довольно холодный оттенок поэтому я смело смело да все-таки я потихонечку продвигаюсь я накладываю вот такой какой-то холодный фрагмент который мы впоследствии еще дополнительно делаем холоднее возвращаюсь к своему серому теплому и можно чуть-чуть какие-то моменты тут усилить дополнительно ну например вот так я говорила что я буду компоновать это с цветом sky так оно и будет давайте потихонечку sky чуть-чуть более темный контрастный поэтому мне это как раз очень подходит здесь у меня такое углубление под окошко собственно здесь окошко тоже довольно темное сюда сюда вот это маленькое окошечко тоже заполняю видите так постепенно постепенно мы чуть-чуть все это вытягиваем и у нас становится наша картинка вернее становится немного конкретнее немного можно отбить от нашего тротуарчика потом само окошко я предлагаю заполнить и уже саму окошко более светлую мы сделаем с помощью плотного блика так с голубыми можно пока отложить хотя можно еще дополнительно какие-то такие пятна добавить так двигаемся потихонечку дальше и у нас с вами на очереди так называемый арбузный дом и я для этой роли выбрала сейчас скажу какой оттенок у меня на самом деле очень не сильно мой любимый оттенок блаж хотя он не совсем 100% попадает скажем так так и так как здесь окошки довольно плотные я тоже могу их очень смело перекрывать например вот так вот этот домик тоже мы сразу берем и закрашиваем там тоже у нас все очень очень темно никаких белых элементов светлых нет поэтому смело его закрываю здесь у нас та же самая концепция так что у нас еще есть у нас вот здесь какой-то такой элемент окошко окошко вот прям выглядываемся и смотрим что у нас там появляется вот в таком цвете ну вроде бы в основном и все можно вот эту лодочку вот так подсветить пускай будет вот это кстати лодочку тоже поярче можно ее долотом здесь подчеркнуть вот так здесь что-то в окошке тоже такое у нас есть остались какие-то незаполненные светлые кусочки и здесь у нас кстати голубой такой довольно насыщенный который мы еще даже насытим но в целом мы не оперируем с вами пятью тысячами оттенков поэтому продвигаемся тем что у нас уже есть чтобы у нас какая-то цельность была в работе я заполняю то что сейчас не тронуто светлым серым просто такой остаточный принцип то что не было тронуто мы можем заполнить сереньким какие-то фрагменты крыш здесь явно что-то такое серое есть вот этот домик тоже ну вот давайте представим что это вот так теперь мы можем потихонечку продвигаться в сторону затемнения и первое что мы делаем мы с вами берем какой-то более темный желтый это может быть оттенок ну голд наверное очень насыщенный мне очень нравится оттенок терра y22 я наверное возьму как раз его и давайте мы потихонечку пойдем в какое-то уплотнение тона это может быть немного страшно но если что переходите на пулю и видите у нас сейчас появится первый такой конструктив более четкий то есть мы вводим вот такие довольно стройные и четкие элементы хорошо читаемые которые нам сейчас наведут немного порядка в том что мы сделали вот например все что выше зонтика оно на самом деле темное довольно таки поэтому смело заполняю но при этом видите здесь у меня такая растяжка получается я не хочу заполнять и закрашивать сильно вот этот градиент поэтому в ваших силах регулировать насколько вы заполняете активно или нет при этом заполнении мы можем оставлять нетронутыми какие-то вот такие светлые кусочки условно намекая на какую-то толщинку крыши даже если ее там нет да сначала решаем те вопросы которые прямо на поверхности лежат это например вот темная арка мы понимаем что мы ее можем прям взять и заполнить например это раз дальше у нас вот здесь темный кусочек лежит вот прям вот так раз и закрыли что еще вот здесь у нас тоже какой-то такой может быть темный кукурузный цвет смотрите у нас вот здесь прям такая окантовочка у двери есть то есть тут супер творческий на самом деле подход вы можете спокойненько вот так проходиться по всем кусочкам вот здесь что-то у нас кукурузное я чуть-чуть обозначаю опять же так и пожалуй здесь не то чтобы кукурузный цвет но довольно плотный и вы не смотрите вот то что у нас мазки сейчас такие очень своенравные назовем их так они у нас в итоге будут чуть-чуть более причесанными в дальнейшем вот так пока их сделаем можно чуть-чуть их подровнять можно даже вот здесь вот так вывести в какие-то конкретные вещи немного вот здесь поконкретней вот уже кое-что давайте еще вот над этими окошками хочется где-то поставить пару темных более пятен чтобы у нас не очень светилась вот эта вся часть работы так ну вроде бы можно на этом остановиться в принципе обводка нам не помешает здесь нигде потому что очень разношерстная у нас компания собралась поэтому какие-то линии мы можем водить уже даже вот в таком кукурузном цвете это вообще не повредит так двигаемся дальше кстати вы всегда можете вернуться к вашему базовому цвету и допустим пройтись второй раз чтобы чуть-чуть может быть где-то успокоить контраст к примеру смотрите вот например вот так сделать либо какой-то фрагмент еще вторым слоем усилить то есть опять же мы уходим от какой-то равномерности закраса наших плоскостей потому что плоскости очень старенькие интересные около тротуар я поднимаю и делаю плотнее то же самое хочу сделать ну в принципе я здесь уже сделала хочу сделать для фасада нашего голубого просто берем и чуть-чуть затемняем там где все это приходит к земле хотя я вот вам сейчас скажу что по законам у нас свет отраженный от земли попадает именно на вот эту часть домов и там случается определенный рефлекс но здесь у нас чуть другая история именно стилистическая что ли если мы приземлим дома потемнее на наш пирс не на пирс а на нашу дорожку на набережную мы чуть-чуть как мне кажется наведем порядка в них потому что очень много всего и это нам задаст какую-то такую конструктивную линию вот мне кажется что это понятно объяснение именно конструктивную линию опять же оттенок sky беру и заполняю лодочки то есть пока я не проработала максимально возможное количество пятен цветами которые мы уже ввели я не спешу переходить к следующим цветам имею ввиду вот так по лодочке пробежались вот здесь чуть-чуть уплотняю можно здесь немного такую отбивку сделать для элемента ограждения и вообще вот такие микро точки вот здесь вот здесь можно вот где-нибудь вот здесь они очень здорово выделяют сам дом видите мы сделали буквально несколько вот таких точечек по углам и они выделили весь периметр вот это очень классный прием можете им пользоваться там что-то плотненькое такое темное в глубине оно серое но я его делаю вот своим оттенком sky так ну что кое-что уже у нас мне кажется складывается постепенно и теперь мы можем переходить может быть даже каким-то более плотным фрагментом и я предлагаю взять цвет у меня это цвет cornflower B123 это очень хороший цвет для меня он в сегменте таких скорее серых да но с пресью сиреневинки очень приятный вот этот цвет нам нужно положить вот сюда вот в эти фрагменты и вы можете подумать почему мы клали до этого предыдущий светлый цвет потому что мы можем ой немного соскочило у меня долото не совсем тот эффект появился потому что мы можем останавливаться и не заполнять целиком вот смотрите видите у нас появилось довольно симпатичное пятно особенно если я возьму его и вот так чуть-чуть организую плюс впоследствии выделю окошко у меня очень живописное пятно получается поэтому вот эта послойность она правда для нас наоборот так смотрим дальше я хочу еще немного вот сюда добавить и хочу добавить вот сюда вот этот ряд окон которые чуть-чуть как бы в глубине тоже уводим универсальная обводка в виде этого цвета она тоже классно работает поэтому смотрите как здорово он углубляет какие-то промежутки например вот так и опять же можно поспорить насколько нам нужно делать вот так темно конкретно вот здесь вы видите что на референсе это немножечко светлее но конкретно вот в моей в этой картинке и скорее всего вашей это будет классно смотреться делаю темную дверь затемняю кое-где окошечко например вот так вот есть такие универсальные цвета которые можно использовать вот прям везде для меня это вот этот корнфлауер и еще есть супер мною любимый цвет в линейке скетчмаркер это сэд вайлет оттенок это просто лучший способ закрыть пятно цвет которого ты не можешь идентифицировать на сто процентов да как бы сразу так я продолжаю немножечко затемнять какие-то кусочки то есть честно говоря вот конкретно здесь навожу небольшой такой бардак небольшой чтобы здесь не было все так ровненько и понятно вот немного усложняю плюс почему еще вот этот цвет когда мы работаем такими открытыми классными цветами летними очень не хочется например желтый мешать вместе с классическим серым будь то warm grey или cool grey поэтому я вот выбираю заменить серый на вот что-то такое плюс он такой потон очень хороший вот этот кусочек темный сразу увожу его здесь у нас верхушка дома смотрите как здорово ее можно отбить плюс увожу вот сюда и чуть-чуть подчеркиваю вот этот наш спуск это окошко мы еще затемним но уже сейчас мы можем какую-то боковую плоскость там глубину показать будет здорово и заполняем вот этот кусочек вот так так двигаемся дальше потихонечку довольно смело заполняем здесь все что у нас идет над зонтиком видите вот эта мозаичность она очень некомфортно при работе с такими сюжетами главное расслабиться и все будет хорошо я в принципе предлагаю вот весь этот кусочек закрыть и сделать темнее так хочется еще внутри арочки честно говоря чуть-чуть даже вот хотя бы одно такое пятно оно уже будет здорово смотреться так вот здесь дверь и балкончик будущий наш можно такие мелкие элементы прорисовывать либо каким-то линером как раз у скетчмаркера вышли в скетчмаркер вышли ручки вот прям очень кстати было бы либо линером в цвет серенький может быть темно-серым либо даже вот механическим карандашом я часто пользуюсь так затемняю какие-то вещи которые мне выгодно затемнить в плане окошек так ну что я думаю что вот приблизительно таким образом теперь мы можем с вами вводить уже дополнительных игроков ой кстати ребят у нас еще купол остался неспоряна то что он такой голубой я предлагаю его сделать поплотнее он будет здорово держать финал картинки прям вот так и немножечко позакрываю вот эти части у нас нет необходимости закрывать прямо полностью все допустим можно вот вот здесь такой кусочек оставить небольшой здесь конечно я молодец постаралась но даже такие выпады они очень эскизно выглядят и хорошо и часто только на руку вот в таких живых тревел зарисовках и вот вот эту часть честно говоря я бы тоже сделала темнее потому что там прям темно у нас вот так вся эта крыша такая довольно драматичная старенькая поэтому можно ее хорошо затемнить так можно крышу чуть-чуть обозначить поострее вот здесь чтобы у нее появились какие-то уже более ощутимые границы обозначу какие-то вот здесь плоскости которые намекают нам на ярусность так ну вот здесь окошко будет темным но как база для любого реально темного окна да действительно темного окна вот такие светлые относительно плашечки они потом тоже хорошо сыграют на руку так здесь у нас немножечко нестабильная ситуация небольшая куча мала которую мы не стали с вами прорисовывать чуть-чуть я набрасываю буквально такие горизонтальные элементы они тоже здорово усложняют минимально вот так а вот теперь давайте начнем вводить дополнительных игроков у нас есть довольно хороший интересный зеленый цвет в наших навесах в наших каких-то дверях воротах и так далее у меня это g91 и я просто беру и заполняю вот эти пространства зеленым на мой взгляд дала томаса сделать вообще идеально ну можно кистью конечно рисую конечно вот эту часть и понимаю что я сделала широкой но опять же если бы мы были на берегу непосредственно то такие переживания они исключены для нас как бы нам это не принципиально так что у нас есть еще зеленого у нас есть зеленый вот здесь какой-то фрагмент крыши нанесу уже исключительно долотом этот кусочек и вот опять по крупицам собираем здесь какой-то зеленый фрагмент вот здесь какой-то зеленый у нас кустик что еще у нас есть симпатичные вот здесь не зеленые но тем не менее какие-то окошки и вообще нам нужно присобрать по крайней мере мне нужно присобрать горизонталь нашей набережной для этого я возьму линеечку чтобы не обмануть себя так вот он отлично ребят ненадолго вернусь снова к своему вот этому серому корнфлауру и немножечко опущу вот этот темный боковой боковой плоскость вернее вот так ну и соответственно вот в эту часть тоже можно добавить не бойтесь как-то пересечь лодки или что-то еще будет даже хорошо если чуть-чуть мы на лодочку зайдем случайно случайно не случайно вот и вот эти окошки их как раз можно сделать зелеными которые впоследствии станут не такими зелеными если добавить даже сейчас голубоватого такого цвета вот так и они уже сядут немножечко в тоне и будут более привлекательными так я хочу чуть-чуть добавить отражение от лодок в формате тоже пока что у нас все очень просто мы двигаемся вот такими свободными штрихами но вы можете конечно же и сделать вот такой момент это у меня тот самый duck egg он чуть-чуть поделикатнее работает можно даже где-то вот под лодочками общую тень невозможно сделать где-то допустим отдельную отдельный рефлекс уплотнить какой-то кусочек вот например вот этот оставить нетронутым белым чтобы вода у нас тоже стала дифференцироваться так это у нас был в принципе этап зеленых да и теперь давайте зеленым хочется еще вот здесь вот так закончить там у нас какая-то лесенка идет небольшая поэтому пусть будет и теперь мы можем чуть-чуть мы уплотнили голубой мы уплотнили нас желтый серый уплотнили и теперь мы уплотним наши арбузные у меня у меня есть очень красивый цвет цикламен я попробую им частично сделать и еще у меня есть симпатичный какой-то еще оттенок у меня есть амарант но он уже прям такой супер насыщенный поэтому цикламен я беру снова долото и немножечко опять же не везде сейчас вам покажу и возвращаюсь опять же к своему оттенку блаж чтобы немного успокоить вот этот цикламен цвет вот так если где-то я вышла излишне я просто беру пулю и чуть-чуть присобираю но опять же иногда можно и лучше не собрать чем собрать слишком еще у меня есть цвет вот такой О11 очень хороший в сторону кораллового оранжеватого и очень хочется им тоже чуть-чуть вот здесь подработать например вот под крышей и конечно же он достаточно активно встречается вот здесь вот в этой стеночке и вот в этом этаже да и вообще он можно даже вот сюда вот так положить вот мы здорово таким образом сразу усложнили и давайте вот сюда его добавим там у нас в центре окошко но оно темное поэтому можно сильно не стараться его тут обходить так вот здесь у нас то ли буйки и какие-то небольшие такие элементы мы можем их сразу обозначить где-то если есть уже база для лодочки можно какой-то конкретный элемент для лодки сделать какой-то кантик вот на таких мелочах мы с вами и выведем нашу иллюстрацию можно даже несуществующий кантик прорисовать мне кажется будет здорово вот парочку и можно какую-то ряд красных точек выставить здесь на этот вопрос что это такое мы не найдем ответа то есть это что-то что будет просто нам разбавлять немного наш передний главный план так здесь аккуратненько присоберу лодочку и потом сделаю ей отражение можно кстати вот даже нашим оттенком блажь какую-то такое пятно чуть-чуть размазать вниз пускай отражается так следующий наш шаг мы уплотнили сейчас красные в принципе можем идти и уплотнять зеленые здесь у нас несколько оттенков могут нам помочь давайте посмотрим это вечно зеленый G80 и еще очень сильно мною любимый темно-зеленый dark green и здесь мы прям берем смотрите и начинаем заполнять уже более внимательно какие-то теневые фрагменты кстати у нас вот здесь над арочкой там вообще прям темно у меня этот маркер довольно старенький даже страшно подумать сколько ему лет но я стараюсь прям всех спасать максимально поэтому вот он иногда заливочку делает уже не так хорошо но для мелких заливок он вполне подходит так здесь потом идем вот сюда кистью кистью с одной стороны неудобно делать такие мелкие вещи а с другой стороны она дает такой классный плавающий край иногда и ты понимаешь что ну вот когда не контролируешь на 100% то что происходит это иногда очень-очень здорово вот смотрите первые контрасты уже здорово работают и начинают немножечко вытаскивать все что мы тут с вами нарисовали и я начинаю вот так проходиться по некоторым окошкам например вот так да и вообще много где можно начинать так у нас я вот здесь забыла окошко нарисовать я его сразу прямо обозначу видите те окошки которые в базе были у нас обозначены нашим серым они совсем другими выглядят то есть они натурально уплотняются а вот это немного вырезанное и прям хочется взять и немного по бокам его вот так собрать серединка какая-то темно голубая так нужен был по идее какой-то более интенсивный синий можно такие вещи сразу закрывать так и ровненько подчеркиваем так возвращаемся к нашей основной задачке мы сейчас с вами затемняем наши окошки но опять же затемняем не по всему периметру не на сто процентов а допустим это может быть вот такое затемнение когда вы тронули чуть-чуть часть окошка у вас остается нетронутой вот так бока немножечко беру потом в горизонталь перехожу вот так оставляю какой-то просвет там конечно ну там что-то синее есть можно оставить вот так и собственно в этом цвете много достаточно ну немного но есть у нас работа определенная это темные окошки вот здесь видите можно их даже не равнять они так живописно сюда становятся раз но все должно быть в балансе поэтому часть окошек мы делаем ровненько часть более эскизно такие мелкие окошки малышки их конечно удобно пулей делать либо просто потом карандашиком присобрать так что у нас есть еще темно прямо темно-зеленого у нас вот это окошко такое разворачиваем разворачиваем чтобы удобно было под руку заполняем иногда эскизность не сказать что очень прекрасно получается вот как у меня сейчас поэтому беру и немножечко выравниваю какие-то такие спорные моменты так и двигаемся потихонечку дальше у нас здесь кстати какой-то темный кусочек то есть если вы там не видите зеленого тем не менее не бойтесь его там таковым сделать все равно будет классно вот здесь тоже темный оттенок вот это окно прям действительно мне кажется такое темно-зеленое так вот у нас окошечки вот иногда вот такая линия с точкой очень классно тоже выглядят можно оставлять не трогать так здесь у нас прям такая плотненькая часть это наш какой-то балкон я не буду сильно заполнять здесь фрагмент с дверью пару буквально элементов таких контрастных добавлю конструктивных я бы сказала и на этом пока остановлюсь вот для этих мини-окошек вот здесь фрагмент вставка такой темный так и по настроению дальше поехали что-то вот здесь рядышком обычно на этапе контрастов уже классно прям получается то есть уже вырисовывается какая-то общая картинка которой мы с вами потихоньку стремимся теперь давайте углублять усугублять наши голубые у меня есть два претендента это summer blue вот такой прям хороший темный и кто-то еще у меня был кобальт blue ну что-то мне подсказывает что это прям одна одна и та же история поэтому я прям беру и смело закрашиваю вот это пятно продолжаем нашими контрастами наводить порядок в той мозейке которую мы с вами обозначили смотрите как сейчас он здесь хорошо сядет вот в это углубление наше у меня довольно такой свеженький спеленький маркер и немного сложнее темные вещи фиксировать но возможно оттого большая эскизность рождается и меньше контроля немного на длине и это хорошо почему бы и нет так окошко раз и таким образом мы потихонечку продолжаем продвигаться по всем таким темным фрагментом вот здесь в нашем окошке я немного не соблюдаю пропорции просто затемняю те места которые мне необходимо затемнить так зонтик фрагмент окошечка особенно вот такие периферийные кусочки я не буду закрывать полностью буду немножечко просто их выделять можно немного добавлять в уже существующие темные элементы дополнительный цвет например вот здесь вот так сбоку здесь хочется такой плотный положить оттенок давайте давайте вот сюда и в целом тут на ваше усмотрение какую вы мозаику хотите сложить вот здесь кусочек довольно темный если будет в дальнейшем как-то слишком ярко на ваш взгляд довольно насыщенно вы всегда можете взять какой-нибудь цвет а-ля сед вайлет к примеру тот же о котором мы уже говорили вы можете все это приглушать я вторым слоем немножечко добавляю такого порядка чтобы совсем хаотично не было но мы обязательно еще дополнительно уточним все эти вещи будет немножечко больше таких жестких ровных линий так предлагаю вот эти наши воротцы тоже немного выделить по крайней мере вот так по бокам и в целом хочется чуть-чуть акцентировать всю вот эту тему с нашей набережной потому что она сейчас такая скромненькая а на деле когда у нас вот такое нагромождение скажем так абстрактных мазочков объемов очень здорово когда все это что-то поддерживает и в данном случае такую поддержку нам дает именно вот эта плотная линия это будет прям здорово здесь немного опущу это очень классно выделить сами наши лодочки во-первых то есть они прям станут такими белыми на ее фоне так и смотрим где еще может быть этот цвет у нас довольно здорово вот сюда ложится тоже такой какой-то синий-голубой опять же имеем в виду что мы можем усложнить если это будет слишком насыщенно и все вот эти окошечки можно прям набрать в один мазок раз два вот здесь окошко вот здесь прям синие окошки я их немного выделяю но опять же не закрашиваю полностью смотрите я беру и немного их просто эскизно так дотракиваюсь буквально парой мазков потому что это уже верхушка нам не очень выгодно туда очень контрастно и активно заходить чуть-чуть подчеркну крышу то есть это вообще супер индуитивный сейчас такой момент вы на вашем абстрактном поле даете какую-то систему вот таких точек и они начинают немного держать всю эту абстракцию так тут просто нужно не торопясь повглядываться где что вы можете нанести в этом смысле можно сделать даже не существующий какой-то такой проемчик хотя там что-то такое есть я правда не уверена что это в этом месте находится но почему бы и нет добавлю вот это окошко тоже темное вот это да и собственно все остальное вот здесь тоже можно закрывать либо да либо мы полностью закрываем либо на уже готовом пятнышке вот как эта дверь мы можем лишь мазочек поставить это тоже будет классно вот то есть даже таких малышек вот это окошко кстати хорошее получилось частично зеленое частично такое назовем это синим частично синее и это в итоге нам прям супер на руку работает и еще один момент такой прием рядом с крупным пятном ставить вот такую полосочку такую линию и это тоже будет играть немного на детализацию и вот еще я сейчас один мазок такой поставила тоже играет на уточнение чуть-чуть можно их вот прям немного расставить это тот момент когда мы уже немножечко подустаём от поиска каких-то конкретных пятен от того что там и где на референсе находится и мы чувствуем что нужно уточнить и можем уже немного подключать свою собственную фантазию вот смотрите сейчас немножечко я поводила и этим нашим голубым насыщенным синим и он здорово дал нам ощущение каких-то уже более четких границ но это еще не все давайте вернемся к нашему зеленому и я им хочу прямо вот сюда пройти тоже предлагаю оставить какое-то количество вот таких светлых резервов полосок не закрывайте полностью закрыть мы если что всегда успеем но вот какие-то такие видите недосказанности небольшие кусочки они прямо супер работают можно вторым слоем где-то уплотнить и тоже оставить какой-то ряд абстрактный мазков можно вот сюда прийти прям ровно четко можно наоборот оставить более воздушный край то есть тут прям супер на ваше усмотрение и еще так как этот зеленый один из таких самых плотных в работе я его сразу добавляю вот сюда в оконные и дверные проемы немного можно даже выделить какие-то конкретные границы опять же вот так и в целом я хочу сейчас вот этим цветом немного пробежаться по вот опять темным пятном вот здесь например дверь я ее тоже видите фиксирую таким более сложным пятном можно вот сюда зайти такой тенью непонятной вот я здесь даже залезла немножечко это на руку нам работает потому что это лишает нас каких-то супер ровных границ здесь оконце которое я забыла в первый раз и просто здесь опять же по нашей схеме когда мы наш зеленый дополняли голубым тут кое-где точно также голубой немножко дополним зеленым где-то просто мазочек где-то парочка чуть-чуть здесь ну и в целом можно вот это окошко чуть-чуть еще так добрать и сверху закрываем снизу я уже его не особо трогаю так следующий наш шаг давайте немного уйдем в воду чтобы вести нашу работу параллельно и здесь я предлагаю взять что-то вот такое розовенькое у меня English Rose оттенок он такой довольно светлый и во-первых он даст очень красивую тень от всех красных тень простите рефлекс да отражение от всех красных элементов в том числе вот от наших вот таких очень точечных акцентов посмотрите очень акварельно он вниз все это разводит и он работает и поверх голубого нашего и даже можно прямо взять наверное долото и чуть-чуть отразить домик вот таким образом в принципе и вот этот домик тоже отражение немножечко ниже судя по референсу но мы можем немного усилить массу самого отражения так и вот эту лодочку обязательно отражаем и можно даже вторым слоем кое-где прям в самом начале мазка уже не на протяжении всего мазка а в самом начале еще уплотнить и дальше на ваше усмотрение можно поделать какие-то розоватые всплески но в целом где-то такого момента достаточно и еще мы добавим в воду дополнительный цвет у меня это оттенок mint вот такой и здесь уже я хочу опять же более внимательно пройтись по некоторым кусочкам например здесь под лодочками и вот здесь мы конечно сохраняем наши желтые но здесь явно у нас есть небольшая тень и не везде мы приходим таким ослепительно желтым прямо под наш все время хочу пирс назвать прямо под наш тротуар хороший цвет по отношению к нашей базе потому что он дает нам чуть чуть более контрастный эффект то есть он не темный но поконтрастнее к оттенку sky и здорово смешивается с нашим базовым кремовым вот что очень важно то есть соотношение такое очень чистое получается можно прям это трио запомнить для воды и на будущее использовать его так довольно спокойными эскизными мазками я продолжаю проходиться и где-то перехожу на долото например если я хочу выделить какую-то довольно такую внятную границу например вот домик или лодку хочу обозначить сильнее мне долото более сочно пишет можно соответственно прямо так смело и пойти и вы всегда можете смягчить опять же кистью если получилось жестковато вы берете и сверху такими зигзагообразными движениями просто проходитесь еще разок чуть-чуть сюда добавлю и немного можно вот здесь в принципе можно я думаю прям какие-то отдельные всполохи протянуть более такими широкими мазками вот так то есть какой-то обобщающий такой фактор для всей плоскости нашей водички двигаемся дальше потихонечку и давайте наверное возьмем оттенок c2 или я говорила что это универсальный такой сложный немножечко непонятный и мы его можем с вами наносить как раз в те места которым требуется еще больший такой интенсивный тон и нам сейчас там допустим недостает именно тонового напряжения нужно прям затемнять и вот можно брать и кистью долото попробуйте чем вам удобнее мы начинаем немножечко темнить я говорила что мы можем вот такие места уплотнять дополнительно и усложнять вот я прям поверх прохожусь и наш голубой тире синий он садится и становится более сложным можно прям сразу в несколько слоев продвигаться вот например вот здесь у нас крыша там какое-то пятнышко и на этом этапе вы уже просто смотрите где вы можете прям в несколько таких приемов слоев затемнить какую-то стеночку или фрагмент крыши так вот и сейчас этот наш небольшой конструктор пытаюсь чуть-чуть навести там порядок но в целом мы конечно же остаемся в нашей концепции абстракции вот чуть-чуть а какие-то горизонтальные вертикальные линии наношу у нас вот здесь что-то плотное то есть двигаемся очень интуитивно хочу выделить немного вот этот наш серый дом и провести вот такую смелую линию вот такие линии нам очень важны потому что они обобщают например раз два три три домика и это дает нам какую-то цельность и то есть не не так сильно рябит все что мы делаем немного вот сюда в арочки не прорисовывая их опять же сильно но хочется отдать им должное да и чуть-чуть подчеркнуть что этот элемент есть все таки это очень красиво подчеркнуть те довольно четкие вещи которые мы видим это вот диагональ крыши но рекомендую вот например всегда уже вот таким цветом немного выходить за границу вот над крышей чтобы не делать каких-то жестких стыках вот в таких моментов поэтому вот так теперь здесь у нас вообще такой момент скругления поэтому я чуть-чуть уплотняю вот этот край и в целом я думаю можно было бы немножечко уплотнить вот я сейчас разверну себя по направлению мазка чтобы пройтись вот так то есть какой-то такой кусочек можно даже еще вот здесь минимальный объем опять же нам не помешает и давайте парочку таких добавочных линий вот сюда сюда можно вот здесь пару таких точек и там окна но и уже можно не смотреть на это вот здесь такая тень давайте немного продублируем здесь какую-то такую границу до что вы опять же какую-то структуру нам показать крыша здесь уже можно было бы конечно лучше долотом это все сделать вот так поэтому я так люблю а я очень люблю браш но наконечник пуля это прям мой очень любимый инструмент так давайте вот здесь какую-то этажность обозначим там много каких-то границ дополнительных они не такие явные но тем не менее они есть и было бы здорово чуть-чуть по усложнять форму поэтому вот как раз опять же этот цвет он супер подходит для таких задачек но главное ребят мы здесь с вами постепенно насыщаем вот какой-то конкретикой легкой но при этом важно не уйти в обводку это самый наш основной момент наша задача главное поэтому не торопитесь так здесь какой-то у нас балкончик мы о нем говорили вот так легонечко прохожусь по нему так смотрим куда еще в целом вообще если мы берем один цвет у меня такой мой личный концепт да мы проходимся и везде по чуть-чуть где-то в большей степени где-то в меньшей поэтому очень хочется вот здесь сразу уплотнить углубить тем более что это так здорово добавляет определенный объем и нашему голубому домику можно прям вот сюда в финал прийти можно даже вот сюда где-то в тени по c2 лет он идеально гармонирует мне кажется почти со всеми вот здесь над нашей желтой стеночкой дома тоже здорово было бы уплотниться и даже более того какой-то вот такой мазочек поставить и еще более того можно было бы вот здесь дополнительную такую тень ввести у меня вот чуть-чуть неровненько вышло можно маскировать такие вещи либо белым карандашиком на восковой основе ну либо какими-то инструментами которые вам нравятся чуть-чуть понасыщаю вот здесь у нас будет еще уточняющий такой момент и с помощью бликов поэтому мы расслабляемся на этот счет сильно много я не буду именно этим цветом здесь работать и очень хочется еще и вот сюда где-то в лодочку где-то вот в ограждение можно кстати усложнить немного рисунок нашего ограждения и немножечко полепить здесь какие-то пятна вот так но сильно дробить не будем здесь здорово оставить какой-то более цельный все-таки эффект и более того здесь вот эта штука она довольно плотная и можно взять и прямо поверх это такой ключевой кстати момент по поводу каких-то плоскостей у которых есть фактуры например камень кирпич это прорисовать кирпич и потом сверху какой-то слой положить чтобы все это сделать немножечко мягче ну раз мы с этим цветом я еще немножечко вот с ним здесь поработаю у нас довольно плотный такой кусочек внутри арки и я прям хочу даже где-то вот так сделать чтобы это пятнышко посадить немного по тону тем белее будет домик который мы вот здесь с вами рисуем под крышей чуть-чуть здесь немножечко здесь ну и наверное в целом примерно вот на таком этапе можно здесь какую-нибудь такую полосочку дополнительную провести пускай там будет еще плюс одна плоскость в принципе нам это не помешает и вот здесь тоже какой-то навесик который работает вот над нашей дверцей и окном я хочу еще этим же цветом добавить немного вот сюда и при помощи него выровнять вот эту часть тем более по отношению как раз к нашей свеченной стеночки это очень хороший цвет чуть-чуть какую-то конкретику уже вот сюда можно тоже ввести здесь кстати у нас какие-то проводочки и какие-то прям уже мелочи цвет идеален для того чтобы ввести какую-то детализацию такую очень легкую в формате вот таких буквально штрихов здесь надо кошками ну и теперь давайте поработаем более таким конкретным контуром я предлагаю взять линер у меня серый цвет он довольно нейтральный сам по себе поэтому особо какого-то супер эффекта четкого он не даст вот так что вы можете взять черный например линер можно взять капиллярную ручку подходящего цвета это может быть что угодно это может быть кстати механический карандаш в том числе и возможно даже может быть на камеру не сильно будет сейчас видно то что происходит но хотя я думаю все таки должно быть видно у нас появляется такая довольно свеженькая и не очень жесткая граница например особенно вот на таких малышках малышках окошках такие границы дают чуть больше воздуха так и я сейчас просто потихонечку пробегаюсь по всем окошкам которые мне хочется немного показать четче но очень важно не показывать четкими абсолютно все оконца поэтому тоже не торопитесь потихоньку контролируйте ситуацию я немного вот здесь балкончик выделю потому что он прям такой тонюсенький здесь окошко обобщу дам ему общий периметр вот так ну уже кое-что прорисовывается в плане именно вот таких более четких линий и есть смысл какие-то особо крупные окна вот такие элементы немножечко тоже показать потому что вот например да как я сделала вот в этом случае с нашим окном когда оно слишком эскизное немного теряется так здесь можно вот эту крошку тоже чуть-чуть подчеркнуть примерно вот так кстати если лодочку вам необходима какая-то вот тоже поддержка в плане контура то давайте тоже добавим в принципе они должны быть такими очень мозаичными да в какой-то степени но вдруг необходимо чуть-чуть выделить их давайте выделим так это наш первый такой шажочек был в этом смысле плюс кстати мы говорили с вами про всякие проводочки и прочие милые сердце вещи которые очень сильно оживляют нашу работу и здесь конечно вот такие линии они незаменимы абсолютно вы можете прям посмотреть как здесь что идет и конечно же не стараться сделать это один в один и плюс очень четко тоже мы не стараемся это делать вот здесь какой-то даже проводочек идет чуть-чуть это в целом хаотичный такой на мой взгляд шаг и даже там где-то вот например здесь этого нет просто там какие-то веревки еще какая-то тугая и я выбираю там показать какой-то дополнительный элемент вот здесь например точно есть и тут просто нужно внимательно поглядываться что-то мы самой уже белой ручкой сделаем а что-то можно сделать так поконтрастней вот здесь хочется прям решетку кстати сделать будет здорово вот здесь кстати микро окошко я пропустила вот такие вещи делаю в несколько обычно таких сеансов подходов потому что легко можно заплутать и пропустить какие-то классные моменты потому что глаз очень быстро замыливается и подустает вот по крайней мере у меня поэтому так давайте еще куда-нибудь вот сюда добавим там какие-то бесконечные красивые тени идут и вот здесь тоже есть какой-то симпатичный каркасик я не буду его никак строить и вглядываться просто дополнительные линии какие-то проведу чтобы усложнить минимально само пятно вот этот домик в принципе ну наверное можно его немного вот так выделить чтобы он побыл вот в таком стиле и чтобы его минимально лишить такой обводки я возьму мой самый первый голубой который duck egg и уже им чуть-чуть уплотню сам дом вот прям всей массой можно кстати вот сюда тоже добавить какой-то холодный если учитывать то что мы с вами на условном пленэре находимся да это очень даже будет уместно то есть добавлять какие-то оттенки которых на самом деле мы не видим так и я хочу вот здесь крышу чуть-чуть выделить рядом зонтиком с навесом ставлю такой маячок чтобы его как-то вот здесь уже остановить и немножечко уточнить так ребят ну что наверное можно двигаться нам потихонечку вперед и здесь у нас этап уже белых максимальных бликов и предлагаю вам взять либо гелевую ручку белую либо вот у меня недавно появился скетчмаркер paintman и это конечно классная штука к ней нужно привыкнуть немного по крайней мере мне так и мы с вами давайте добавим чуть-чуть чуть-чуть вот таких бликов мы имеем ввиду что в глубине арки в принципе не может быть обилия каких-то бликующих элементов но в целом вот этот первый ряд домов особенно это здорово освежит нужно мне немножечко приноровиться paintman так вот здесь хочу прям хорошо прорисовать кое-какие моменты чем хороши вот конкретно вот эти маркеры они очень здорово могут формировать в том числе и белые заливки продолжаю и вот в таких местах условные какие-то оконные рамы выделяю чуть-чуть вот здесь тоже добавлю и в целом везде где хочется какого-то акцента увидеть например вот сюда но опять же белым очень легко ввести определенный хаос поэтому мы не будем очень сильно злоупотреблять конкретно этим шагом так здесь у нас у лодочки был вот такой целый тент красивый и я хочу его прямо там прорисовать чуть чуть более ярко немного края так примерно так плюс давайте мы прям хорошенечко выделим свет на самом нашем тротуаре примерно так так главное подождем пока здесь все высохнет хорошенечко чтобы случайно рукой не войти немного сюда можно прям такими хаотичными линиями прорабатывать какие-то тарелки которые мы здесь видим по настроению насколько вы там много хотите их видеть или наоборот не хотите так давайте пойдем вот куда-нибудь вот сюда немножечко чуть-чуть можно вот куда-нибудь сюда в контур тоже добавить такими буквально точками акценты в целом я думаю что это даже практически все немного здесь немного здесь и можно переходить к нашему такому следующему фиксирующему опять же моменту я предлагаю ввести немного цветной карандаш у меня вот такой цветной карандашик этот деревян колор софт он довольно классно работает на маркерной бумаге и вместе с маркерами ну как и многие другие конечно карандаши у меня цвета мид терракота очень он классный и в каком-то смысле универсальный почему смотрите вот он идеально вот заходит в такие пятна довольно плотные темные дает какие-то небольшие акценты опять же но уже когда этот акцент появляется в виде цвета это совсем уже другая история поэтому смотрите кое-где я прям беру и добавляю вот такой рыжий и он очень здорово ложится вот в эти все глубокие пятнышки у нас с вами вот здесь лесенка и конечно же мы ее не строили но мы можем провести с вами ряд вот таких линий ритмичных да то есть они находятся на разном расстоянии друг от друга это будет выглядеть здорово и везде где вы считаете нужным добавить чуть больше конкретики вы можете добавить этот цвет смотрите по моему очень здорово вот в этом кусочке сейчас это работает чуть-чуть в лодку но опять же это абсолютно такой дополнительный для нас инструмент мы не перекрываем работу которая у нас была сделана маркерами поэтому вот чуть-чуть так точечно и выборочно немного здесь мне вот например хочется вот здесь как-то добавить несколько дополнительных линий конечно можно очень легко сделать лишнее но к счастью мы отможем все убрать какое-то пятнышко вот сюда плюс вот там где я не оставила резерв для чего-то цветного там у нас какое-то интересное белье сохнет и прочие штуки можно как раз тоже использовать именно карандашик который очень здорово перекрывает все эти вещи выделю лодочку прям такой цветной бортик можно ей дать сюда хочу немножечко прям набрать такого цвета в плане даже какой-то растяжки то есть здесь ребят можно уже прям под отключиться от референса и пуститься в полную свободу вот где вы хотите чуть-чуть углубить какую-то тень или наоборот добавить какие-то вот такие детали мы их просто берем и добавляем при этом я стараюсь кстати держать руку довольно расслабленной чтобы она не рисовала слишком четкие ровные красивые элементы чтобы у нас сохранялся какой-то очень настрой на впечатление именно итак у нас с вами осталось еще парочка таких супер контрастных шагов и можно взять любой такой довольно плотный синий у меня скорее всего это будет цвет индиго либо можно прям что-то плотненькое типа royal blue night sky кстати тоже будет хорош в общем любой довольно плотный хороший цвет и нам нужно вот прям между нашими лодочками для этого места уже финально добавить вот такие плотные темные кусочки вы кстати можете прямо делать это и зеленым но хочется чуть больше цвета чтобы работало здесь мы частично добавляем наш синий он идет в формате пятен больше всего его мы добавляем соответственно в центр нашей работы и заодно я сделаю наш вот участок нашего пирса немного выше потому что сейчас он прям такой крошечка вот здесь я не хочу уже залезать нашим темным поэтому я возьму базовый цвет которым мы рисовали его и вот так его наращу и заодно вот здесь у меня лодочка чуть чуть более так конкретно проявится здесь в районе лодки переходим на точечные какие-то включения чтобы появилась дробности определенные и рядом с лодочками вот здесь прямо уже ближе к воде получается можно немного такими точками их зафиксировать будет тоже здорово ну и в целом я думаю что мы достаточно контрастов фили здесь нам не нужно уже работать нашим темно-синим разве что в паре окошек совсем прям глубоко-глубоко показать их например здесь здесь можно здесь какое-нибудь окошко то есть это уже такая супер дополнительная опция для нас и финальные такие шаги они самые назовем их сложными потому что иногда такие очевидные вещи теряются вот например нет рефлекса от красного дома на наш серый дом это очень важная тема поэтому давайте возьмем у меня оттенок блажь базовый цвет для всех этих красных кусочков я прям беру просто примерно выбираю направление диагональ под который который я хочу это сделать и просто 3-4 приема все это делаю и в этом смысле очень здорово чуть-чуть тоже влиять на соседние дома цветом другого дома поэтому смело берем блажь можно даже еще вот здесь в самом начале чуть-чуть усилить чтобы появился небольшой градиент плюс у нас с вами был в работе еще сиреневатый и я бы его дополнительно тоже вот сюда добавила уже ближе вот к этой крыше это здорово выделит наш вот этот дом опять же говорим о какой-то цельности того что мы с вами сделали чуть-чуть кое-где погашу наш ослепительный такой кремовый чтобы он стал немножечко сложнее и даже предлагаю вот сюда в саму верхушку чуть-чуть его добавить чтобы там у нас тоже появился небольшой объем в целом даже вот этот наш сиреневый он работает как серый да уже вместе с кремовым поэтому если бы мы серый добавляли было бы не так симпатично возможно немного уплотнить вот здесь в целом мы закончили это сто процентов но чуть-чуть хочется добавить таких финальных знаете осознанных шагов и я еще хочу взять снова наш инструмент для бликов и немного вот сюда и и вот сюда все таки этот центральный такой домик и здесь хотелось бы видеть какие-то светлые и звонкие элементы вот такие моменты в формате точек которых может быть даже и нет их тоже здорово добавлять потому что это такой минимальный элемент который добавляет ощущение насыщенности определенными деталями которые мы уже с вами не сильно считываем но хотим все таки показать вот поэтому особенно вот здесь по нашей горизонтали очень здорово работает система вот таких точечек но опять же они должны быть более такими продуманными и ритмичными чтобы мы не заполонили ими вдруг все так ребят и финальный наш шаг давайте снова вернемся к нашему зеленому цвету и здесь нам нужно чуть-чуть показать более темные фрагменты нашей водички уже на стыке с пирсом потому что наверняка что-то такое там будет это дополнительно даст нам контраст в районе лодок опять же и вот мы это сделали и можно вернуться к нашему базовому голубому или может быть даже наш summer blue подойдет и немножечко давайте все таки базовому голубому и возьмем и немного эти включения уже темные продлим вниз вот так я думаю что теперь когда у нас есть стык с нашим темным это выглядит получше ну что друзья я наверное объявлю завершение нашего процесса он был местами как мне кажется довольно монотонным но вместе с этим результат довольно интересный если поймать быстренько эту схему и убрать излишнее объяснение то можно работать достаточно быстро в этой технике так что я надеюсь вам было интересно и удачных работ пока пока